Ислам, а если спросить у тебя советы для людей, которые тоже хотят заняться озвучкой, что бы ты им посоветовал? Не занимайтесь. Почему? Потому что... Не, на самом деле, во-первых, я могу сказать, само собой, я это везде говорю, никогда-никогда не начинайте с озвучки аниме. Само собой, никогда не пытайтесь озвучивать аниме. Почему? Начните с книг, начинайте читать вслух именно книги, в идеале художественную литературу. Потом, если вы собираетесь себя прокачивать, потом берете сериалы с живыми людьми, сериалы или фильмы. В идеале берете уже дублированный отрывок, стараетесь немножко повторить, немножко повторить то, что сделал там в оригинале. Но тут есть такая тоже ловушка, не весь дубляж, не вся озвучка является хорошим примером для повторения обучения, потому что может возникнуть такая штука, как «Привет, как дела?» Немножко это, ну, могут как-то начать так пародировать, это тоже не есть хорошо. Поэтому лучше не пытаться из себя что-то строить. Вот самый главный совет — быть собой. Быть собой, вслух читать, понимать, как вы разговариваете в жизни, и будет вам счастье. Вот. Но ты же говоришь при этом, что сам не любишь читать. Ну да. Ну я особенно, я Богдан Богом дан. Мне было дано с рождения заниматься этим. Нет, на самом деле, я-то этим занимался. То есть я практиковался, я, ну, во-первых, я отучился в театральном, то есть я по умолчанию уже читал. Я читал стихи, я играл в спектакли, то есть у меня рот был заточен под художественное чтиво, то есть и голосом тоже я работал. Потом уже дома я учился именно озвучивать на живых людях фильмы, сериалы, и вот как-то так.